добрый день так вам видно слышно да слышно видно вас Игнатий зовут да его то не видно музыка у вас играет а у вас глазок то есть у меня видео я просто не совсем как бы у нас поздно уже я немножко с голым торсом так скажем ага вот сейчас появился понятно думаю встаем то видите всегда 440 поэтому уже на ногах давно у нас порядок то один мы встаем сразу молитва чтение слова божия потом уже начинаем работать хорошо Игнатий а вы какого расповедания вообще относитесь мы христиане православные ну я понимаю есть христиане христиане церковь есть баптисты еще там вы не расслышали под минуточку подождите Америка тут зашла ко мне так убрал так я вам ответил что мы христиане православные брат у меня протеирей отец Аким какие баптисты так если церковь православные баптисты это же разное совершенно я же ответил я понимаю значит наши не просто я читал там я так вообще мало увлекаюсь интернетом я немножко другим увлекаюсь я производственник поэтому читаю ваши высказывания такие у вас вы их какие такие шумные громкие как бы потрясающие да там и воздух наверное и какие то личности поэтому интересный человек очень на самом деле минуточку у вас глазок на вас не направлен маленько подождите я на мейнроу вам уже скидывал вы наверно не обратили внимание что наш сайт и форум и видеоканал вы мимо не проходите это громадный сайт такого в мировой сети нету там 50 книг моим голосом насчитанное там 38 книг которые мной написано там все есть и тысячу тысячу триста роликов наших только адрес киньте я посмотрю у меня есть батюшка отец Георгиев с кем я общаюсь который венчал меня вот буквально 15 сентября повенчался я с ним общаюсь хожу в церковь по возможности конечно но вопрос у меня другие у меня жизненные такие вопросы просто вот мне с 10 числа было 47 лет день рождения и как бы вроде и опыта набрался жизненного и такие моменты на которые просто не нахожу ответов ей нету старшего товарища старшие товарищи ушли уже то есть отец нету отца там с кем можно было поговорить откровенно ну и скажу откровенно я не пью два года злоупотреблял спиртными напитками но и потерял отношения теперь люди кто-то с больших мест повылетали кто-то занялся бизнесом своим как бы ну в общем есть проблемы начиная все с нуля и пытаясь построить бизнес планы амбициозные но суть не в этом как сформулировать даже вопрос я не знаю был готов к вопросу во первых вот первый вопрос как вы все понимающий человек у меня первая жена два сына вторая жена незарегистрированный брак гражданский но сын на моей фамилии теперь третья жена 2 января два года как мы живем а 15 сентября нас обвенчали с ней то есть я первый раз венчался а она вдова уже давно и тем не менее тем не менее слушая батюшку слушая проповеди бес все таки крутит и вот на сторону как-то понимаете о чем я говорю нет или вам вообще не интересно на чем я говорю свои выливают вы постарайтесь коротко сказать я понимаю так что вы запутались с женским полом ну да вот так вы венчаны только с одной вот это с последней ну судя по тому какой вы женолюбивый то три это только официально они не официально могли быть и другие у вас зачем вам это все нужно то это такое короткое время а допустим вы желаете это дело вам никто не запрещает вы свободный человек но какое отношение так церкви имеют зачем венчать и прочее живи как мусульманин 200 раз женись раз женись и все мне только один вопрос непонятен зачем церкви это все лепят то это что венчают это никакой роли не играет вы внутри то не меняетесь главное два вопроса я сейчас закончу два вопроса первый вопрос рожден ли ты свыше второй вопрос вадим ли ты духом божиим в этом все и в вечности бог спросит что мы делали судимы будет по делам а какие это дела то это мытарство блуда гражданский брак нет такого брака это блуд разврат который ни к чему не обязывает ничего это скотство надо вещи называть своими именами никогда слово гражданский брак не имело никакого значения надо просто однажды себя пригвоздить а потом господь с ними то ты покаешься вот я что-то говорю вчера из интернета я вы слышали андрея кураева знаете такого не вы его не знаете ну видите поэтому как сказать это диакон всемирно известный очень он профессор там это тихоновском институте преподает там в академии везде и много он разъезжает и говорит вчера я нашел там про меня говорит пять с половиной минут только считает меня первым самым как за высшим миссионером на россию сейчас он был референтом патриарха и патриархии то а почему он так считает а единственно потому что я говорю то что должно быть игнатию наплевать что о нем думает архиерея и прочее я говорю так как в библии написано библия это основа евангелие от яна 12 48 написано христос говорит я вас не сужу слово которое я говорю она будет судить ну раз она будет судить по нему надо и жить меня не интересует правило движения в египте меня должно интересовать правило движения в моей стране вот поэтому меня интересует что на суде бог будет спрашивать куда я пойду в огонь или в рай я вот обратился к богу 51 год назад мне 74 года ну и думаю так я что я прошел бескомпромиссно у меня пять тюрем за плечами за слово божие лагерь смерти я все живой я живу господь позволил от нынче проехать мы 15 государств проехали только 6 исламских республик я везде развожу библиотеки дарю свои книги за два года подарили на 7 миллионов 150 тысяч подарили не взяли у меня другая совершенно жизнь и вопрос который вы задаете он у меня решался сразу же для бога я или не для бога вот зайдите на наш сайт форум и вы все найдете я там отвечаю на 4 тысячи сто двадцать четыре вопроса и ваш вопрос там у меня отвечен неоднократно притом на основании жития святых канонов церкви это хорошо чтобы священнику пошли но нужно чтобы священник вас учил чтобы святая библия у вас была настольной книгой вот давайте да второй вопрос Игнатий такой более приземленный просто я не ожидал такого конечно от вас ответа я думал будет диалог получилось просто жесткое такое наставление как бы и становление на рельсы да езжай сказали я понимаю сам руководитель много лет работал поэтому человек жесткий и прямолинейный второй вопрос затеял я одно дело мне кажется очень большое друзья еще раз повторюсь потерял больших и в министерствах и в правительстве открыл в пяти регионах свои фирмы но как их запустить пока не знаю нет ни спонсора не инвестора все благое да я строю дороги я там ничем не занимаюсь ни какой-то там продажи торговли я ничем у меня только транспорт машины и перевозка да я строю дороги умею я всю жизнь строю дороги 27 год на севере поехал в Тольятти пожил в Тольятти два года поработал там все что заработал еще и должен остался теперь вернулся на север думаю какой-то сделать холдинг какой-то собрать эти все фирмы воедино опять же подключить людей прослушать чьи-то лекции там говорят нужно выйти из зоны комфорта чтобы не сидеть дома у телевизора нужно шевелиться двигаться и все это запускать по моим прикидкам сейчас я должен дернуть 60 людей а жена моя вот в которой я сейчас живу она тоже как бы у меня там и мали идут читать и церковь и все она говорит ты вышел из зоны комфорта но ты хочешь выдернуть и людей этих из зоны комфорта которые сидят у телевизоров и они счастливы но с тобой им придется мотаться дергаться какие-то заниматься вещами может быть я не своим делом занимаюсь так вы хотите чтобы я вам дал ответ да апостол павел говорит трудитесь своими руками дабы было из чего уделять нуждающимся вот вгоните себя в эту рамку у меня специальность не одна а много разных но я строитель профессиональный но мне нигде не давала работать советская власть выше сторожа я не мог подниматься но свободные дни я работал печь и ложил я на стройке у меня три говорится нажитых грыжи на позвонках тяжести таскал но я благодарю бога я на ногах я у меня всегда выработка была на работе 280-300 процентов я неукротимый был в работе и поэтому две-три работы я переплетчик реставратор одновременно работаю в уголовном розыске начальник детского лагеря и вот что есть абсолютно все должно быть под контролем божиим бог требует десятину вот я заработал 100 рублей я должен отдать десятку десятку на дело божие да я знаю вот я хочу сказать какой у меня настрой чтобы вы поняли с кем говорите когда 27 сентября 1962 года я покаялся перед богом я работал в это время я на корабле работал учился в высшем мореходном училище добился разрешения три курса сдать за один год по выбору комиссии на английском немецком или французском понятно что это не каждому дается но я обратился я понял ничего этого мне не надо я сразу положил себе я для бога десятина для бога я решил я буду давать 9 десятин из 100 заработанных 90 рублей на дело божие и 51 год я живу в этом накале мне 74 года и я не считаю что я ущербный какой-то у меня всегда есть что поесть ну картошка заплата на заплате но под каждой заплатой миллион это все понимают куда бы я ни обратился двери открыты вплоть до патриарха и до президентов это я с богом моим я хвалюся моим Иисусом что он сделал со мной понимаете как и поэтому ваш вопрос да никакой не вопрос то решать очень просто у вас специальности видно что вы человек активный это уже привлекает вы не безразличен так вот жён то своих оставили вы зря надо всех кормить вам по-мусульмански то все три да и кормить всех и жён я их по христиански кормлю причем если по мусульмански я с ними общаюсь я их кормлю старший сын со мной вот он спит рядом со мной мы в гостинице на севере лежит спит меня не слышит двадцать лет ему самому старшему от первого брака он работает у меня получает зарплату помогает маме я как могу помогаю я им всем квартиры дома там я чем помог как бы я никого не бросил никуда не убежал я здесь хорошо так ну в этом вопросе такой порядок как обычно вы не запомните что я вам скажу вот вам нужно сейчас открыть какой-то холдинг сбить людей в кучу найти 60 человек надо поставить вам самим 4 вопроса вам видно мои пальцы? да конечно 4 первый вопрос запоминаю как вы меня вас называть? Николай меня зовут просто Николай величать как? Николай и все Николай так вот первый вопрос поставьте прям мгновенно сейчас что я ищу в этом деле временного или вечного? или по другому что я ищу сейчас небесного или земного? вот здесь вот первый вопрос решите вам его не просто будет решить потому что так Николай подождите я закончу 4 вопроса сейчас а потом вы продолжите первый вопрос вам решить нужно быть духовным человеком вот я вам сказал вот мой какой путь идет меня в советское время хватали сажали я отбывал сроки потому что я нес слово божие меня нельзя было остановить мной занималось мгб а я реабилитирован потом все получил так значит я знал что на алтарь Христа я положил я получу от Бога там когда я умру первый вопрос решите второй вам решить его еще труднее будет что говорит об этом святая Библия если бы вы были рядом я бы помог вам эти вопросы ответить я ее знаю Библию третий вопрос вам тут можно уже решить сейчас но позже под заковыкой что говорит ваша совесть а совесть бывает искореженная вы не курите курю ну вот а что человек в дыму может увидеть вы самоубийца 12 лет жизни отнять так это между прочим четвертый вопрос не принесет ли ваше это решение вопроса допустим открывать там холдинги кому-то ущерба и не будет ли это соблазном если все положительные вопросы четыре вы решили не трать время одевайся сейчас и начинай приступай к работе помолись следующее сходите к священнику обязательно благословитесь и приступай к делу будей сына чего он там лежит то и все да благословит вас господь у нас еще рано на эти вопросы очень сложно односложно ответить их же мы раз вы уже понимаете отец Игнатий это очень сложно такой тонкий вопрос один второй третий его можно так посмотреть я могу так преподнести а истина с другой стороны у каждого своя правда но есть истина которую очень трудно определить вот если я договорю у меня был такой финансовый подъем одно время я по всей Тюменской области самолично ездил на джипе с водителями искал храм я хотел восстановить какой-то разрушенный храм я даже знал где он есть один приехал туда его оказывается уже восстановили и он действует у меня такое разочарование было я поехал где-то нашел другой храм поехал там нашел батюшку который в каком-то доме там проводит молитвы я говорю давайте я вам храм все он говорит стоп подожди успокойся во-первых тебе нужно поехать в Кремль Тобольский найти патриарха даст он тебе разрешение на восстановление храма или не даст первый вопрос второй какого храма вот какой он тебе скажет там ты и будешь а я этот хочу ну твое желание твое желание что скажет патриарх это будет совершенно другое и в общем столько всяких проблем наделали я все-таки поехал в Тобольск ну как раз он куда-то уехал в паломничество я не знаю и у меня с ним встреча не состоялась потом 2008 год крах не считая все остальное но эти позывы они как бы есть но я не готовь сегодня как вы говорите на алтарь свою жизнь положить и служить до Бога бросить все и уйти в храм чтобы жить в храме так вы сказали трудно эти вопросы ответить совершенно верно это легко решается когда человек рождается свыше это Евангелие от Иоанна 3 глава надобно родиться свыше когда Господь Христос займет вашу душу вы поймете что Христос за вас умер и вы себе не принадлежите эти вопросы у вас Бог разрешит сразу же я то что говорю я не знал ничего этого но я попросил Бога в первой молитве склонились молиться а мне говорят просите чего надо а я с детства был верующим Евангелия только в руках не было а чего просить то у меня здоровье отлично я спортсмен работаю на корабле у меня деньги у меня все есть но меня Бог спас от женщин я не знал женщин я боялся греха мать это говорила вот и мне Бог мне 74 года он сохранил у меня разум так как будто 18 лет я могу тысячи текстов сотни стихов наизусть поэмы считать и как будто я их перед глазами вижу но тогда я понял я не что прах мне пришлось заново всю жизнь проревизировать и на утро уже весь корабль скажут караван кораблей знали что я сошел с ума вот так так это ни день ни два я прошел в этом настроении 51 год я попутно хочу сказать что я создатель и начальник детского православного лагеря тысячи детей и не рубля от государства не рубля я должен набрать кто будет помогать волонтеры чтоб дети ни одного повреждения ни отравления было интересно ну то есть и это все сам почему отец гнать один вопрос вот когда я построил свой холдик у меня пошли какие-то доходы вот насчет десятины мы говорим да я могу пять процентов отдать на церковь и пять процентов привезти к детскому какому-то фонду или дом фондам я не доверяю дому где вот именно я вижу детей туда там продукты там компьютер еще что-то это считается как бы входит вот ту десятину которая не входит не входит десятина полностью со всех прибытков принадлежит священству десятина вторую десятину вы можете потребить на строительство храмов и третья десятина это книга Тавита 1.8 вот на то что вы сказали сеть детдомом и все то есть вы на одной десятине не останавливаетесь если я прожил жизнь девять десятин отдавал вы чем хуже то меня то у вас лучше получится вам я просто гляжу на вас и любуюсь у вас разум то какой но только вы бросьте курить вот сейчас же прям порвите и выбросите первый шаг сделайте но сначала скажи господи помоги я не могу а на моем форуме вы найдете о вреде все там выставлено страшно смотреть да я все знаю об этом это раб греха раб раб иоанн кронштадтский говорит у курящего уста рот демонская кодильница демоном демоном кодиш то есть черти во рту сидят навоз там курят дымом травят тебя отец Игнатий слава Бог слава Бог отец Игнатий я три года ходил по церквям и просил господи Иисусе ну сделать так чтобы я не делал не могу сланчилось эти песни не могу и я просил пить я два года уже не пью так Николай давай коротко помолимся креститься ты умеешь? ну как креститься вот так господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй меня грешно помоги Николаю избавиться от табака вот наша молитва и когда я сказал что о чем молиться я Богородицу считаю достойно мне сказали у тебя просьбы никакой к Богу нет я говорю нет у меня все есть вот мое какое понятие было а у меня сегодня молитву в день 8-10 раз я остановлюсь и начинаю молитву и мои просьбы не могут до конца быть высказаны это благодарность Богу и дальше словословие это другой уровень совершенно я понял у меня нет веры в Слово Божие в Святую Библию все от корки до корки это от Бога вот об этом тоже помолитесь когда закончим разговаривать вы сразу оденьтесь умойтесь у вас святая вода дома есть? оденем конечно я в гостинице ну надо вот мы едем допустим путешествует мы за два за пять месяцев проехали 80 тысяч километров хорошо это два раза вокруг земного шара по экватору я понимаю я за 10 дней 80 тысяч проехал вот у нас сейчас планы в этом году в мае мы с места должны сойти сначала я должен забросить груз примерно 4 тонны моих книг за Москву примерно Смоленская область а дальше это наша ставка мы должны пройти через Болгарию Грецию переплываем в Италию доходим до Португалии идем в Англию проходим всю Скандинавию переплываем Финский залив Прибалтику проходим и возвращаемся работаем по северу и это все бесплатно то есть сейчас мы должны иметь а у меня минимальная пенсия только пять там триста кажется пять тысяч триста со всеми надбавками по заключенным нам нужно двенадцать тысяч евро и четыреста пятьдесят пятьсот тысяч рублей на горющее на все а ничего нету а как поедете понятия не имею я молюсь кто спонсирует господь господь ждет людей наверное он не дает а вот так смотрите я вот сижу дома в это время сейчас звонок заходит человек оказается с Калининграда и говорит вы книги издаете я говорю а что ну я читал там на вашем сайте вы говорите на издание одного книги это тысяча экземпляров у меня каждая книга семьсот пятьдесят страниц тридцать восемь книг вообрази что это такое какой там материал заложен то книги в подарок пост на путину медведеву патриарху там сколько благодарности я не к тому говорю что вы можете сразу это иметь но прислушаться к тому что я говорю и вот спрашивает вам нужны деньги я говорю да нет книги уже изданы ну что совсем деньги не нужны ну мы вот едем мы конечно нет ничего нынче мы ездили пятнадцать государств прошли шесть исламских республик а может я вам деньги перешлю он меня не знает звать его Димитрий я говорю а почему вы так решили я не знаю это у меня такое побуждение а почему мы молимся мы молимся и вот сейчас еще мы не поехали а уже люди начинают спрашивать вы собираетесь ехать а у вас деньги то есть я говорю нету совершенно нету а где вы возьмете у моего бога он очень богатый я предстаю перед ним простираю руки и молюсь господи ты видишь нашу нищету может таким богатым человеком окажетесь именно вы может именно вас господь и навел на нас отец Игнатий вот жизненный вопрос очень меня волнующий просто я не буду и вас отвлекать да и мне уже пора собираться потому что мне сегодня деловая встреча такая насколько она деловая на уровне колхозного собрания она для меня деловая а в Тольятти мы были нынче я не в Тольятти я сейчас в Урае нахожусь на севере Урае это 40 тысяч населения небольшой городок северный лукоиловский хозяин здесь ну суть не в этом я приехал здесь работу потому что здесь север здесь работа есть там в Тольятти у нас ничего нету я просто живу там а здесь я 21 год прожил не здесь вообще весь на всем севере а 10 лет я в Нижневартовске 11 лет в Новом Рингое прожил естественно занимал должности от водителя до зам генерального директора и все остальное но это было просто у меня такой вопрос я в свое время в первый созыв 94 госдумы общался напрямую в госдуме с депутатами с ними разговаривал вместе с ними мог пойти в бар посидеть но это все в прошлом общался с очень богатыми людьми считал себя да вот самомнение такое я того же уровня но это я сейчас не об этом сейчас и другом вот сейчас я считаю себя как специалиста в строительстве дорог в плане логистики перевозки грузов очень опытным специалистом но без этих дядек которые находятся в мэриях там у губернатора сидят в думах городских областных без них ничего не решается а когда идешь вниз вот я в этом году пошел вниз в башкирии святая как ну не святая так скажем благородная цель построить дорогу от уфы до москвы это м7 это чемпионату мира я там отработал сорок дней заработал пять с половиной миллионов меня просто кинули на эти деньги да из этих денег два семьсот я должен людям которые мне помогают я их набираю я их набираю со стороны мне максимально дает банк полтора миллиона кредит я отдаю еще остаюсь должен и меня как брушу трясут в общем вот в двух словах смысл мне прям губернатору пойти сказать что я хороший умный и надежный человек или все таки опять же какими-то путями искать кого-то каких-то людей в интернете и опять попадать на эту ловушку дай нам сто тысяч мы тебя съедем с людьми а там вот вот в этом плане какое-то вы есть понимание у вас так Николай вы как относитесь к лжи к неправде очень отрицательно потому что я это прошел в молодости все когда я маме говорю что я не курю когда я говорю что я не пью когда я шефу говорю что я эту работу сделал а сам ее не сделал тут наверное а вы знаете что лет до 26 вы знаете что в Евангелии от Иоанна 8 глава 44 стих написано дьявол есть лжец и отец лжи и дальше книга Библия заканчивается от откровения 21-27 и говорит и не войдет туда ничто нечистое в рай и никто преданный мерзости и лжи то есть вот я сижу в камере и вот один человек от моей проповеди обращается я вам просто пример говорю ну а он заместитель директора и ему большой срок грозит большая утрата там денег я говорю вот ты обратился покаялся Володя а ты вот на когда у тебя показания были ты говорил неправду следователю конечно говорил а как же иначе тут вообще не выйдешь я говорю да хоть верующий не может лгать а что я должен делать ваш вопрос я с этого начинаю я говорю сейчас напиши заявление чтобы прокурор по надзору пришел отменили все что сказали и начали по новому дело так у меня нельзя у меня там начальник КГБ Алтайского края задействованы приборы ты куда уходили то это из города Биска приборостроительный завод я говорю по другому нельзя с лжецами Бог дело не имеет я с вами разговариваю как с человеком который православным себя называют ну и что будет тогда я говорю я не знаю что будет я знаю что надо делать он так и сделал так вместо угрозы что ему 14 лет могли намотать человек получают условно и при том это у меня не один раз такое было вам нужно сейчас пересмотреть и везде от лжи отгрестись найти кого вы обманули говорили неправильно и сказать виноват я компенсирую это все не просто сказать заплатить кого я обидел возвращу в четверо вот так Захей сказал а половину имения я раздам эта встреча со Христом меняет так человека у вас конечно сейчас о семье о детях но вы заранее поставьте господи если и дальше поясните если Бог благословит будет все благополучно вот один из таких как вы человек очень активный приходит ну скажем так спиридону тримефунскому и говорит он епископ я вот решил такое дело сделать у меня тут вот холдинг образую надо он говорит ну неплохое дело ну мне нужно деньги занять вот там в кредиты взять ну Бог благословит он сделал два корабля нагрузил повез буря и все погибло но он остался живой вернулся и говорит теперь долгов у меня вот по крышу что же делать он говорит сейчас еще дело давай сначала посмотрим ты пшеницу когда грузил она у тебя какая была вся нормально ну как нормально нет ты без обмана там у кого-то может взял занял ну да было а второй корабль один твой ну это такой так ты же знаешь что ты обманщик это олигарх это грабитель России зачем ты с ним связался погибло законно так что теперь делать ну ты сам решай расплатиться тебе надо он говорит ну теперь только кредиты новые брать этот банк не дает пойду в другой он снова берет и у него два раза несчастье было вы применяйте к себе и тогда на третий раз он пришел заплакал и говорит господи прости у меня опять ложь там была опять я неправду туда включил и тогда третий раз когда поехал он вернул все и заплатил рассчитался и поднялся вот первый вопрос решите вы с богом даже не ничего не знаете или с дьяволом всякая ложь от дьявола вы представляете слева стоит сейчас рогатый рожи корчатый говорит Николай прогоришь не сознавайся там забыто там а с богом а тут стоит господь справа и говорит Николай я с дьяволом дел не имею сокруши его под ноги молитвой моею я тебя благословлю и у тебя будет все как надо твою энергию направь в русло божественное и сразу реши для бога от меня будет не менее трех десятин хорошо я это понял отец Игнатий другой вопрос как же все таки выйти на тот уровень где решаются вот эти серьезные объемы даются серьезные дороги на которых зарабатываются деньги на которые можно и три четыре десяти на отдать если я на них не выйду не важно какими путями то я думаю что ну так все понятно время не тяни и говорит нечего слушай внимательно ко мне обращаются со всего мира чтобы я помолился я не говорю там Англия Австралия Германия все считают что моя молитва у бога очень близко я так не знаю но люди обращаются я вам обещаю прямо сейчас же только оденьтесь как только мы сейчас выключим скайп я становлюсь на молитву с братом покажись вам чтобы видно было его а сам крупный вот это внизу сними вот он вам видно его да видно это брат мой вот Владимир звать его мы будем молиться об этом деле но вы богу пообещаете господи если вот я выйду на нужных людей бог тебя выведет то я обещаю одна десятина полностью сто процентов посчитаю будет идти для церкви для церкви да а кому где исповедуешься через того священника вторая десятина это я господи просто хочу построить храм на строительство храма купить какое то нужно там одеяние священникам а третья моя десятина будет на нуждающихся на детские дома или куда то или что то вы мысль получите от бога это я вам говорю согласно книге Тавита 1 глава 8 стих вы берите себя по высшей шкале я обещаю что я так сделаю даже когда появятся деньги так слушайте так Николай вот я прихожу в краевую администрацию но у меня детский лагерь ничего нету я говорю у меня нет матрасов мы когда приезжаем делаем матрасовки и идем ищем где сухая солома по полям и набиваем их мы перемещаемся но вот мы начали строить православную деревню мы единственная в России деревня православная все православные потому что брат у меня священник своими руками с нуля среди крапивы построили первую палатку дом храм сейчас работает школа интернет все верующие вы знаете сколько я прошел инстанции у меня громаднейший опыт это администрация найти людей я прихожу к краевой администрации знакомый сидит я ему начинаю говорить и бог его берет в сердце он заместитель там помощник заместителя главы администрации в чем ваша нужда он меня спрашивает я говорю матрасов у нас нет и одеялки то привозят ну ребятишки то я уж вожусь здесь домами с разными бесплатно повторяю а которые могут заплатить что то заплатят а в это время один около него стоит человек и он говорит подожди так слушай Лопатин фамилия его Иван Иванович Лопатин ты помирать думаешь а в чем дело вот стоит человек которому надо помочь выйди в коридор иди с ним разговаривай я с ним начал говорить он а что вам надо я говорю мне матрасов нету так сколько надо я говорю ну матрасов 70 это бы надо на первый случай так 70 матрасов хорошо а где вы я говорю 150 км от Барнаула а вы сами не заберете я говорю у меня ничего нету кроме старого ржавого велосипеда так давайте маршрутку я сдал все через два дня матрасы у меня здесь но он спросил а что нужно я говорю одеяло одеяло чтобы были теплые легкие чтобы мои ребятишечки радовались это у нас главный лозунг в лагере Россия должна встать а второй лозунг Россия это мы и дети скандируют Россия должна встать это надо видеть я к слову скажу у нас сняли документальные фильмы документальные государственные киностудии один фильм занял первое место на международном киноконкурсе а второй первое место в России скажи Николай на дороге эти призы не валяются согласен я говорю как вот так и он соединился а у вас есть знакомая у которой материя продается я говорю есть валер Артемка Валентина Николаевна это меценат столетия назван он с ней соединяется они вдвоем закупают шьют одеяло синтепоновые легкие 70 одеял все я обеспечен я преподаю веду занятия уроки в высшем авиационном училище а его размонтируют вплоть до генерала связи то прокурор края мне дружок и они списаны к эти кителя брюки шинели мы все везем стирку стираем у меня ребятишки как будто бы эти солдаты швейки одеты их комары не прокусывают Бог подаст таких людей помощников о которых вы даже не подозреваете вот почему меня когда спрашивают ну я уже давно за бугор жизни зашел 74 это год это не 44 что самое великое в моей жизни было я говорю самое великое я узнал как много добрых людей у Бога и второе я узнал что эти добрые люди почему-то встретились мне и третье я узнал почему-то эти люди приняли самое деятельное участие в том что я делаю это я вам передаю опыт вы будете молиться табак только выбросьте с женами разберитесь ложь всякую истребите встань на колени и скажи господи я перед тобой предстал как есть голый вот такой как ты есть ничего у меня нету и вы пойдете и Бог расположит сердца людей кому бы подходить боялись до губернатора до прокуроров до военных вот как я вам даю опыт свой мне иногда говорят а что вы якаете Бог всегда будет спрашивать с буквы я а не с мы мы должны уметь отвечать за себя я отвечаю уголовно за детей за каждого ребенка перед родителем перед Богом перед государством это я уже 41 год хорошо хорошо отец Игнатий мы говорим вы говорите очень понятно для меня но настолько объемно и широко что мой вопрос очень узкий и очень прямой и простой один как мне быть в этой ситуации это раз вы мне уже ответили второй вопрос вот я не могу для себя понять да я четко знаю потому что я работал руководителем по 2000 человек у меня работало чтобы найти нормального помощника себе в руководском составе это такая сложность чтобы он был грамотный чтобы он не пил чтобы он был порядочный чтобы он был честный там очень много критериев да так не мог вот есть такой человек и я почему я никому не нужен почему я болтаюсь туда-сюда как неприкаяны почему это происходит а а места занимают бездарности глупые наеденные запитые морды ну я вот это понять не могу блин ну почему так то происходит я отвечаю вам николай у меня звание никакого нету у меня образование никакого кроме что я строительный техникум закончил у меня вообще ничего нет я всего достигал самоуком вот люди берут в армию когда и люди жалуются ой я два года в армии напрасно потерял а я служил в морфлоте в то время четыре года было я заслужил в армии выучил выучил все политические системы мира английский немецкий французский встречаются с людьми беседы на их языке самостоятельно повторяю я нигде не учился я понимаю понимаете что я доверяю богу допустим я сотрудничаю с тюрьмой меня заключенные ждут я у них выступаю перед ними я веду три радиопрограммы нету динамиков я обращаюсь по микрофону я говорю ну же динамики 56 динамиков уже принесли в один день понимаете как у меня нет ничего но я обращаюсь к богу и там смертники сидят начальник тюрьмы говорит пока я здесь вы ногой туда не ступите там так охраняют но у меня в дружках прокурор края генерал-лейтенант я к нему на стол и уже к обеду я нахожусь среди смертников мне нужно достичь этих душ хорошо я правильно понимаю то есть у меня есть такая мысль поехали к губернатору к заму губернатора к председателю областной думы прийти и сказать мужики ну доколе вы будете разваливать вы хотите созидать вот я могу созидать дайте мне маленькую маленькую должность какую-нибудь я буду ее созидать вы хотите бизнес давайте я разведу бизнес у меня есть на севере в Челябинске в Тольятти на Волге в Москве четыре своих предприятия я хочу их объединить сделать ходить по строительству дороги они хотят торговать там чем-то вещами сахаром и мукой нет я буду строить дороги я умею их строить я двадцать лет строю дороги и мне скажут слушай ты у нас свои внуки есть Николай понимаешь тезис со своими идеями и чистотой своих чувств нахрен никому не нужен так я еще раз хочу сказать вам перед тем как пойти к людям которых вы не знаете и вы считаете что эти люди ну не на своем месте а вас как бы с такими данными и нигде не берут если вы им это сразу скажете вам на дверь покажут рукой им не это надо говорить вы начните с себя вот первый всегда вопрос я я не такой и меня не принимают вот у меня была тут затрудительная обстановка ну я судился одиннадцать лет когда освободился у меня конфисковали крупнейшую в мире фонотеку я издатель ее и одиннадцать лет шел суд и я его выиграл они мне даже были одиннадцать миллиардов конечно суд присудил не все и рассчитывается с тем что надо нету а КГБ в сторонке а виновна осталась городская администрация ну что дальше делать ничего все подняты на молитву у нас только молитва меня тогда вызывает глава города денег у нас нет то другое но бог дал мне такого исполнителя судебно пристава она накладывая арест на все чем распоряжается городская администрация пока не рассчитаетесь с Лапкиным а как бы вы хотели я говорю нам нужна недвижимость мы молимся где-то и мне вот жить негде где-то и вот мне двое я сижу где-то сейчас это два домика далее это общая площадь 226 квадратных метров для нас это в центре города все что я хотел бог дал никогда бы этого не было преподаватель доктор юридических наук ТЭН здесь Леонид он встретился с главой города и говорит ну давайте с Лапкиным как-то покончь это дело вот она человек столько перестрадал все отняли руки вывернуты меня 26 лет только психиатрия мучила это не два года куда бы ни поступил я везде 14 человек конкурс я выхожу победителем пять дней меня оттуда выкинули меня не учиться не дают ничего нету да я руки не опустил и он говорит давайте сделаем так чтобы он получил то что ему уже суд присудил и бог дал таких людей которых я даже не знал председатель кривого суда прокурор края начальник отдела юстиции генерал-лейтенанты все вы знаете хорошо и все и все сделали я получил сейчас скажу и куда я иду я не знаю ничего вот нынче мы поехали в южные республики Ингушетия Карачаево-Черкесия Чечня Дагестан нам говорили не ездите особенно Азербайджан там только головы режут мы проехали везде я подарил книги от президентов благодарности даром повторяю даром это 50 лет моего интеллекта сам издал и отдал говорят ну вот мы вас предупреждали не ездить ну что то увидели там да я говорю вы все правы но нас повторить нельзя почему потому что за нас молились тысячи людей я приезжаю в Чечню нас встречают так как будто они стояли на дороге нас ждали в Дагестане еще подъезжаем на подходе уже человек дагестанец он в этом не в Дагестане а в Азербайджане он уже звонит помогает мне соединиться с нами я в доме мулына чую и все это в интернет выставлено иду в мечеть понимаете это Бог делает Николай вот сейчас прям сразу скажешь чтобы обман нигде не вторгся и вы пойдете и Бог так сделает что те люди будут с утра уже думать вот кто бы нам помог дороги то построить хотя самые большие обманщики были в войну это строители дорог миллионеры а один такой был ну вам просто в интернете надо посмотреть он организовал какие дороги строили войну его приговорили к расстрелу и расстреляли потом а он столько пользы принес знаете я знаю да я читал эту историю чтобы вы понимали я не дороги строю как бы я одно маленькое звено строительство дорог у меня самосвалы и я перевожу только песок и щебень и складываю а строят уже дорожники я перевозчик а транспортник понятно я вам показываю путь путь какой это молитва молитва и больше ничего здесь не надо пост и молитва но обязательно благословитесь у священника сходите хорошо я когда буду в Тольятти я съезжу отец Игнатий у меня не сильно время 7 часов утра у нас здесь на севере я побежал у меня просьба можно я с вами еще буду выходить на связь и общаться время от времени так вот какое время вы вышли для меня это подходящее запомнить это время второе не чаще чем один раз в неделю сегодня какой день сегодня у нас четверг четверга вот в четверг себе запишите в четверг потому что у меня все везде ужато я понимаю я понимаю и вы заранее на бумаге напишите ваши вопросы чтобы никакого мужчины не было хорошо хорошо я понимаю так если все у вас давайте прощаться до свидания все доброе очень приятно с вами познакомиться храни вас Господь спасибо восхищайтесь Господь же послал видишь как знать не знал это сегодня у нас я сейчас посмотрю что это получается у нас 12 декабря 2013 года 7 часов 55 минут вот я выключаю сейчас все вот душа нуждается в этом мы о нем будем молить созвать его Николай вот он на меня вышел он просился я написал ему здесь я говорю кто такой я вас не знаю зачем и как ну он настаивает я мысленно помолился и говорю Господи чтобы не быть обманутым как говорится не лохотрон играть то ну я считаю что ничего плохого тут у вас не было вот нет если даже он что-то и хотел бы плохо сделать что бы он сделал то ничего здесь такого нету да благословит Господь и услышит его молитвы и исполнит во славу своего имени аминь ну вот все пока у нас тут неоднократно не не Продолжение следует...